В актёрской среде часто появляются красивые супружеские пары. Ими восхищаются поклонники, им завидуют коллеги по сценическим площадкам. К сожалению, не всегда два знаменитых партнёра могут создать крепкую семью. Главной причиной расставания становится собственная популярность и плотный рабочий график. Оставайтесь с нами, и вы узнаете про самые красивые супружеские пары актёров, которыми восхищались, но они так и не смогли сохранить семью. Алексей Чадов и Агния Дедковските Дочь Татьяны Лютаевой и Агния Дедковските познакомилась с Алексеем Чадовым на съёмках фильма «Жара» в 2006 году. Знакомство с симпатичным актёром вскоре переросло в серьёзные отношения. Пара долго не решалась заключить брак из-за частых ссор и скандалов. В 2009 году они разбежались и не общались в течение трёх лет. После случайной встречи в 2012 году они решили больше не расставаться и поженились. Через пару лет в семье появился сын Фёдор, а в 2015 году супруги подали на развод. Причиной стала полная несовместимость характеров. После свадьбы постоянно случались скандалы и размолвки. В какой-то момент оба не выдержали. Официальная версия – виноваты оба. Что-то упустили, в отношениях осталась недосказанность, ничего позитивного не сделали друг для друга. Сейчас Чадов встречается с моделью Лейсан Галимовой. Агния в 2017 году родила второго сына. Её гражданским мужем оказался бизнесмен из Ташкента по имени Амир. А летом 2021 года она официально вышла замуж за московского предпринимателя Панченко. А в ноябре родила третьего сына. Дмитрий Орлов и Ирина Пегова Развод великолепной пары Орловой и Пеговой разочаровал многочисленных поклонников. Звезды нулевых считались одним из самых красивых и крепких союзов отечественного кинематографа. Они встретились на кинофестивале в Варшаве. Ирине едва исполнилось 20 лет. Дмитрий был на 7 лет старше. Оба были популярными, амбициозными и востребованными. Орлов, несмотря на молодость, уже представлял на суд зрителей собственные проекты. В 2005 году они поженились. В браке родилась дочь, но через 7 лет супруги расстались. Орлов обвинил жену в домашнем диктате. Ирина подозревала мужа в постоянных изменах. В результате оба пришли к соглашению о разводе и дележе имущества. Сейчас Ирина Пегова не афиширует личную жизнь. А Дмитрий Орлов какое-то время жил с Натальей Бражник, но в 2021 году брак распался. Тимофей Каратаев и Анна Михайловская Тимофей Каратаев и Анна Михайловская познакомились на кастинге в сериал «Моропехи», но по-настоящему влюбились друг в друга только на съемках фильма «Кто, если не я?». Актеры начали встречаться в августе 2012 года, а ровно через год сыграли свадьбу. Тимофей сделал Анне предложение в аэропорту, когда улетал на съемки в Минск. В 2015 году в семье родился сын Мирослав. Постепенно Анна и Тимофей начали отдаляться друг от друга, а спустя три года Тимофей признался в интервью, что не живет с женой. Пара развелась в 2018-м, тихо и без скандала. Сейчас Каратаев свою жизнь не афиширует, а вот про Анну известно, что она встречается с бизнесменом Кириллом Шакатько. Игорь Петренко и Екатерина Климова Роман Игоря Петренко и Екатерины Климовой начался на съемках сериала «Московские окна». У обоих были семьи, и они долго не давали воли своим чувствам. Актеры не виделись целый год, а потом Екатерина встретила Игоря на спектакле. Между ними вновь вспыхнули чувства. Екатерина развелась с бизнесменом Хорошиловым, а Игорь ушел от первой жены Ирины Леоновой. 31 декабря 2004 года они поженились. Дочь Климовой от первого брака осталась жить с матерью. Игорь стал для нее хорошим отчимом. Пара прожила вместе 10 лет. За это время на свет появились сыновья Матвей и Корней. Первый разлад произошел в 2009 году. Петренко плотно работал над ролью младшего сына Тараса Бульба Андрея. Очень уставал, начал выпивать. Когда уезжал на съемки Шерлока Холмса, снимать усталость алкоголем вошло в привычку. Екатерина в шутку сказала ему, «Ну все, прощай, но в каждой шутке есть доля правды». Петренко вернулся в пустую квартиру. Климова забрала детей, вещи и переехала. В 2014 году актеры развелись. Сейчас Игорь Петренко женат на актрисе Кристине Бродской, которая стала матерью его троих детей. У Климовой после развода был неудачный брак с актером Гелой Месхи, в котором родилась дочь Изабелла. Кирилл Децевич и Настасья Самбурская. Белорусский актер Кирилл Децевич и звезда универа Настасья Самбурская поставили своеобразный рекорд. Их брак продержался всего два месяца. Кирилл и Настасья впервые вместе появились на публике в сентябре 2017 года, а через месяц пара объявила о помолвке и назначила день свадьбы – 10 ноября. Брак был расторгнут в январе 2018. Причину супруги не озвучили, но журналисты пришли к выводу, что скромное свадебное торжество стало обычным пиаром, призванным обратить внимание на их новые актерские работы. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok